МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». С главными новостями среды вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Смотрите сегодня. Теория и практика. В Чувашском государственном университете создадут инжиниринговый центр. Ах, лето красное, любил бы я тебя. Столицу Чувашии избавляют от комаров и других кровососущих. Не все это золото, что блестит. В Чувашии участились случаи хождения фальшивых купюр. Члены правительства республики сегодня отправили в Государственный совет целый ряд законопроектов. Какие вопросы обсудили на заседании Кабинета министров, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. До того, как приступить к рассмотрению вопросов повестки дня, Михаил Игнатьев прокомментировал указ о стимулировании медиков, работающих в сельской местности. Этот документ глава республики подписал сегодня. Теперь работникам будут возмещать и затраты на уплату процентов по ипотечным кредитам. Такие меры, уверен Михаил Игнатьев, помогут решить проблему дефицита кадров в районных больницах. Установить, что за счет средств республиканской бюджеты Чувашской республики осуществляется возмещение части затрат на уплату процентов на приобретение или строительство жилья в течение 20 лет с даты заключения кредитного договора в размере 4% годовой. Это направлено на повышение удовлетворенности населения в сельской местности прежде всего к медицинским работникам, потому что есть там отдельные вопросы, где на самом деле не хватает, еще раз подчеркиваю, специалистов. Мы практически принимали эти решения по разным категориям. На сегодняшний день, могу сказать к среднюю, республиканский бюджет обслуживает 3146 заемщиков. Члены правительства обсудили и новые правила организации перевозок пассажиров. Теперь тарифы в этой сфере будут устанавливать на уровне кабинета министров и муниципалитетов. Перевозчиков местные власти смогут не только наказывать рублем, но и расторгать с ними договоры. Законопроектом вводится дополнительное основание для прекращения действия свидетельства об учителях перевозок, такие как неоднократное более двух раз в течение месяца несоблюдение схемы маршрута, неоднократное более пяти раз для пригородного сообщения и более трех для междугородного сообщения в течение месяца неуполнения предусмотренных расписанием рейсов. Новые правила помогут сократить и количество частных автобусов, которые дублируют маршруты официальных перевозчиков. Эту проблему поднимают в администрации Чебоксар. Есть маршруты, утвержденные Минтранспортом, Министерством Минтранспорта, позволяющие перевозить пассажиров с Кугесь, например, в юго-западный район, или с Ново-Чебоксарска на Богданку и в северо-западный. Мы выходили с предложением об ограничении этих маршрутов, изменения и высадки пассажиров в специально установленных местах или автовокзалах. Планируем совместно сделать документ планирования маршрутов перевозок как на территории города, так и на межмуниципальных перевозках. Члены правительства обсудили и розничные цены на газ. С 1 июля стоимость голубого топлива подорожает. Для потребителей, именно для населения с ростом в 2,6%, с учетом транспортировки газа, который растет именно с 1 июля на 5,5%. Таким образом, за 1 кубический метр газ будет составлять 5 рублей 17 копеек, то есть с ростом на 13 копеек. И еще одна тема заседания правительства – юридическая помощь в республике станет доступнее. В Чувашии планируют создать специальное государственное бюро. Законопроект регионального Минюста рассмотрят депутаты госсовета. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Сегодня же глава Чувашии встретился с сити-менеджером Новочебоксарска Игорем Калиниченко. Михаил Игнатьев пожелал новому главе администрации Новочебоксарска плодотворной работы. Первостепенная задача сити-менеджера – наладить обратную связь с населением, оперативно реагировать на предложения горожан и выстраивать стратегию развития. Глава Чувашии отметил, что за последние годы в муниципалитет направлены немалые средства. Были благоустроены дворы, отремонтированы дороги. Мы в своих приоритетах нашей совместной деятельности с депутатами городского собрания, с администрацией города Новочебоксарска представляли. Мы не можем останавливаться на достигнутом, потому что требования горожан выросли, они тоже требуют, тем более город молодой, по сравнению с другими городами. Обстановку с точки зрения инженерии я очень хорошо знаю. Понятно, что делать и с дорогами, и с жилищным комплексом. Мы в свое время разрулили ситуацию, слава богу, с навыками. Чувашскому государственному университету окажут государственную поддержку по созданию инжинирингового центра. Недавно ВУЗ одержал победу во всероссийском конкурсе. На реализацию проекта будут выделены значительные средства. Подробности в следующем материале. В Министерстве образования и науки Российской Федерации совместно с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации подведены итоги открытого конкурса на предоставление государственной поддержки пилотных проектов. Госуниверситет набрал наибольшее количество голосов экспертов. Это все тоже публично, открыто. Было подано всего 69 заявок от разных учреждений образования, из которых 11 стали победителями. Поэтому поздравляем, Андрей Юрьевич, вас, вашу команду, совместно с нашей деятельностью. Победить в этом конкурсе, отмечает ректор ВУЗа, было непросто. Чувашский государственный университет конкурировал с ведущими учебными заведениями страны. По мнению экспертов, Чебоксарский инжиниринговый центр будет решать значимые задачи. Студенты ЧГУ смогут наработать здесь практический опыт. На всю сумму закупленную, всю сумму, которую мы выиграли, 100 миллионов рублей, будет закуплено технологическое оборудование. То есть оборудование, которым студенты в будущем будут не только в рамках данного инжинирингового центра, но и по другим направлениям развиваться, писать дипломные работы. Чебоксарский инжиниринговый центр, который будет заниматься разработкой новых технологий, работает по заказам предприятий в сфере сельскохозяйственного транспортного машиностроения. Он создан при самой активной поддержке руководства республики, главы Чувашской республики, кабинета министров. Без их участия эта победа не состоялась бы. На базе центра будут проектировать новые образцы сельскохозяйственной техники и системы управления электроприводов. Сейчас отрасль сельскохозяйственного машиностроения нуждается в инновационных подходах. В России осталось очень мало компетенций по разработке трансмиссий для сельхозтехники прежде всего. Если промышленные компетенции есть в концерне тракторных заводов и в нашей компании, то вот именно по сельхознаправлению в России компетенции не осталось. И наше предложение для Чувашского университета было именно по созданию центра компетенций по разработке сельскохозяйственных трансмиссий и сельскохозяйственных тракторов в целом. На создание центра Чувашскому государственному университету будет выделено 100 миллионов рублей. Ольга Пырычкина, Дмитрий Ковалев, Игорь Зверев, Республика. Ямы выбоины и неровности поджидают автолюбителей на многих участках дороги. Этим летом таких опасных зон на Чебоксарских улицах станет меньше. К ремонту готовятся 16 дорожных объектов. На сегодняшний день определены субподрядные организации для 10 участков дорог. Полностью заменят асфальтовое покрытие на улицах Пирогова, Хазова, Шумилова, Ленинского комсомола, а также на Кольце около Мегамола. По технике ресайклирования, переработки старого асфальта с добавлением вяжущего материала проведут ремонт и на других улицах. Подрядчики уже определены и обещают завершить большую часть работ к августу с гарантией на все объекты 6 лет. Лето, насекомые, укусы комаров и мошек не только неприятны, но и болезненны. В столице Чувашии уже четвертый год проводят дезинсекцию от кровососущих насекомых в местах отдыха чебоксарцев. В городских парках и скверах можно гулять до поздней ночи. Их территорию уже обработали специалисты. С наступлением пляжного сезона очистки подверглись и зоны для купания. Всего комаров уничтожили на площади около 680 тысяч квадратных метров. Дезинсекторы используют специальное средство, которое безвредно для людей и животных. Как отмечают в управлении ЖКХ благоустройства, разовой обработки достаточно на весь сезон. Но уничтожить насекомых на 100% невозможно. Комары летят на расстояние до 3,5-4 километров. И если кто-то не травит, может быть, где-то, конечно, образуются вот такие объекты, где заново улупляются. Для тех объектов, которые мы обработали, к нам вопросов не было. Однако столичная администрация отвечает только за внешнее благоустройство. То есть за уничтожение комаров в общественных местах. В подвалах жилых домов, например, их должны травить управляющие компании. Причем желательно делать это всем в одно время. При желании любая управляющая компания может также включить свой план мероприятия. Вот эти выполнения выше названных санитарно-профилактических мероприятий. Непосредственно даже во дворе могут. Но это уже нужно в жилфонд обращаться и там уже подскажут, как им дальше действовать. Специалисты управления ЖКХ и благоустройства держат комарины вопрос на контроле и отмечают. При необходимости готовы провести повторную дезинсекцию. Министерство внутренних дел по Чувашии предупреждает. Будьте внимательны. Участились случаи хождения фальшивых купюр. Причем, если раньше злоумышленники подделывали банкноты достоинством в 5000 рублей, то теперь встречаются тысячные и 500-рублевые. За пять месяцев зарегистрировано 114 фактов сбыта поддельных денег. Особенно внимательным нужно быть жителям Чебоксар и Новочебоксарска. Фальшивки в большинстве случаев всплывают в этих городах. Что должен знать каждый в нашем сюжете? Эксперты вынуждены признать, с каждым годом уровень мастерства фальшивомонетчиков повышается. Изготовлением поддельных купюр занимаются организованные преступные группировки, в распоряжении которых есть и современная техника, и качественные расходные материалы. Тем не менее, специалисты проанализировали фальшивые денежные купюры за последние три года и установили, что некоторые элементы преступники все-таки подделать не в состоянии. При беглом осмотре выявить фальшивую купюру практически невозможно на этой расчет. Частенько подделки завозят в Чувашию рабочие, которые на отхожих промыслах получают зарплату в конвертах. Фальшивыми деньгами расплачиваются и в придорожных автозаправках, кафе с частными продавцами продуктов на мини-рынках. Если у вас возникли подозрения, не постесняйтесь рассмотреть купюру. Обращайте внимание на водяные знаки. У подлинных банкнот их контуры слегка размыты. Нужно найти на денежных билетах защитные волокна. И они должны быть не только на поверхности, но и в толщине бумаги. Проверить наличие защитной нити. Если она плавающая, то обязательно исследовать также на просвет, чтобы она была полной, непрерывной. Вооружитесь лупой. С ее помощью можно разглядеть, что микротекст не четкий, а то и вовсе отсутствует. Особенно в тех местах, которые выглядят как полосы. И еще не забудьте проверить кип-эффект. Пока при исследовании банкнот в косопадающем свете, в горизонтальных орнаментальных полосах, это вот они, мы можем увидеть две буквы РР. На поддельной денежной купюре мы этого не увидим. Сотрудники правоохранительных органов просят граждана содействия в борьбе с фальшивомонетчиками. Заподозрив неладное, действовать надо по следующей схеме. При обнаружении поддельных купюр, не возвращать поддельную купюру, не отдавать покупку и сдачу, внимательно осмотреть покупателя, запомнить его приметы, осмотреть территорию, прилегающую к магазину, запомнить номера автомобилей, припаркованных возле магазина, немедленно вызвать по телефону или с помощью тревожной кнопки сотрудников полиции или сотрудников охраны. Елена Гальперина, Алена Алтухова, Андрей Спиридонов, Республика. Служу Отечеству. Ансамбль патриотической песни главного управления МЧС Почувашии вновь штурмует музыкальный Олимп. Уже в девятый раз коллектив представит свою программу на суд жюри ежегодного всероссийского фестиваля военно-патриотической песни «Щит России» в Дзержинске. В активе ансамбля множество призовых мест на всероссийских и международных конкурсах. В прошлом году ребята покорили своими голосами жюри конкурса творчества пожарных и спасателей МЧС России «Мелодии чутких сердец», проходившего в Севастополе. Коллектив занял второе место. Еще годом ранее на этом же конкурсе в Коломне ансамбль был признан лучшим. Афганистан, Чечня, Косово – все участники имеют боевой опыт, поэтому в каждой из песен нет ни грамма фальша. Кстати, большинство из них собственного сочинения. В прошлом году на 70-летие Великой Победы ансамбль «Служу Отечеству» пригласили выступить в Москве перед ветеранами и министром МЧС России. Напомним, руководит ансамблем «Служу Отечеству» Андрей Барабанов, участник боевых действий в Афганистане. Причем к плечу вместе с ним уже много лет солисты Андриан Павлов, Максим Моторкин и Евгений Назаров. В этом году уже традиционно к Всероссийскому фестивалю военно-патриотической песни «Щит России» они подготовили новую программу. Какие композиции вошли в нее, ребята пока не рассказывают. Придется подождать возвращения ансамбля с фестиваля. Родион Архипов, Евгений Назаров, Республика. «Служу Отечеству» за совесть честь, Еще понятия такие есть, Свою Россию берегу, А по-другому не могу. «Служим Отечеству» В Чувашии 2016 год объявлен годом человека труда. В рамках этого события в художественном музее Открылась выставка с символичным названием «Песнь труду». В экспозиции представлена живопись, графика и скульптура чувашских и российских художников. Подробнее в нашем репортаже. Без труда нельзя представить себе ни одной сферы деятельности человека. Без него не растет дерево, не строится дом, не воспитывается ребенок, не ловится и рыба из пруда. Потому и главный герой всех произведений выставки – это человек труда. Мир, в котором он живет и который создает своими руками. На нашей выставке представлены более 150 произведений из фондов ЧГХМ. Это произведения живописи, скульптуры, графические листы. В экспозиции представлены произведения, созданные в период с 30-х годов прошлого века и до наших дней. Несколько картин выставляются впервые. Определяющая черта многих портретных произведений – это внимание к духовной стороне жизни, осознание ценности человека. Стержневым цементирующим явлением для всех родов деятельности является труд. Труд проявляется везде. И в воспитании детей, и в формировании человека нового поколения, и в созидании, и в строительстве, и в полете в космос. Везде в основе лежит труд. Скульптурные работы обращают внимание зрителей на образ человека, задействованного в тяжелом труде. Кроме того, на выставке представлены изящные портреты школьниц и спортсменок. А чувашский скульптур Владислав Зотиков в своем творчестве запечатлел труд матери, которая держит колыбель с младенцем. Леончик Мария, Игорь Зверев, Республика. Такой была эта среда глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова